Тем временем уже 7 лесных пожаров произошли на территории Саратовской области с начала года. Готовность к пожароопасному периоду обсудили чиновники на заседании регионального правительства. Общая площадь пострадавшего от огня леса сегодня составляет 42 гектара. Уже сейчас особый противопожарный период объявлен на территории 18 районов области. Также ограничен въезд в лесные массивы. С учетом складывающейся ситуации, эту работу необходимо многократно усилить. В министерстве в круглосуточном режиме работает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства. Пункт подпручен к информационной системе дистанционного мониторинга Рослесхоза, что позволяет оперативно управлять силами и средствами при тушении лесных пожаров. Кроме того, в круглосуточном режиме работает единый федеральный номер лесной охраны. Еще одним вопросом, который обсудили чиновники, стал прошедший отопительный сезон. Он на территории области начался рано, 1 октября. Зимний период, по словам специалистов, прошел в штатном режиме, без аварийных ситуаций. Наиболее значимым результатом, считают чиновники, стало увеличение числа многоэтажек, которые переводят на индивидуальное теплоснабжение. Но нужен более жесткий контроль всех расходов, которые идут на эту сферу. Экономия в этой части за все годы существования никогда не ставилась на контроль. Ни разу никогда. Все это переходило нарастающим получением лимитов, получением объемов, дефляторы. И на этом все заканчивалось. А здесь должен быть полный аудит и полный мониторинг. По каждому источнику. В ходе заседания также затронули тему подготовки к предстоящему юбилею Победы. Главные торжества пройдут 7, 8 и 9 мая. Непосредственно в День Победы будет открыт Музей трудовой славы. Субтитры создавал DimaTorzok